Предлагаю принять сборный проект повестника дня за основу, прошу голосовать. Уважаемые коллеги, последние недели в нашей стране, в том числе в Псковской области, высокопоставленные государственные чиновники, в том числе временно исполняющие обязанности губернатора Псковской области, снова впервые за много десятилетия заговорили о врагах народа, врагах России, пятой колонии и предателях. Очередная попытка реставрации диктатуры в начале 21 века означает, что государство снова становится машиной для подавления инакомыслия. Сам по себе этот факт очень тревожен для общества, потому что любое оживление исторической матрицы репрессий против инакомыслящих показывает, что государство российское снова готово уничтожать ту часть народа, которая с ними согласна. Наша страна однажды уже очень дорого заплатила за предшествующие попытки такого рода, но, судя по всему, появились желающие повторить. То, что сейчас происходит, это приступ государственного мракобесия. Каждый сегодня сам выбирает, с кем быть, что говорить, к чему призывать. Многим эти вещи кажутся малозначимыми. Подумаешь, принял участие в травле, оболгал, оклеветал. Можно потом отмыться и сказать, что ничего не знал. Не отмоетесь, господа. История такого не отмывает. Своим выступлением про пятую колонну 19 марта на заседании Совета политических партий временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тручак не просто озвучил свою собственную или чужую, это совершенно неважно, ложь, он бросил вызов. Вызов не мне лично, но всем самостоятельно думающим людям Псковской области, всем тем, кто способен критично оценивать происходящее, в том числе любые действия государства, просто потому, что это неотъемлемое право каждого гражданина. И это право каждого гражданина неприкосновенно. Этот вызов прозвучал открыто, и это прямая угроза всем тем, кто не согласен с властями, готов об этом говорить открыто и публично, защищать общество от государственного насилия и произвола. От имени всех этих самостоятельно мыслящих людей, обладающих чувством собственного достоинства и не потерявших голову в атмосфере этого психоза, я говорю вам, Андрей Анатольевич, я знаю, что господин губернатор услышит эти слова, я говорю вам, вызов принят. Все попытки назвать и заклеймить врагов народа Псковской области исходят из острого желания переключить внимание людей на сознательно создаваемые мифы и страхи, отвлечь их от подлинной народной трагедии, социально-экономического краха Псковской области, фактической ликвидации Псковской области как самостоятельного региона. Я могу сказать сегодня о том, кто на самом деле является врагом Псковской области и что такое на самом деле предательство жителей Псковской области. Доведение региона до бюджетного банковства – это предательство жителей Псковской области врагами Псковской области. Разворовывание средств бюджета Псковской области – это предательство жителей Псковской области врагами Псковской области. Приведение в Псковскую область коммерческих компаний, которые аффилированы с чиновниками органов государственной власти – это предательство жителей Псковской области врагами Псковской области. Раздача сотен миллионов бюджетных денег коммерческим компаниям, уничтожающим экологию Псковской области, уходящим от налогов и производящим опасную для здоровья людей продукцию – это предательство жителей Псковской области врагами Псковской области. Вывод в офшоры незаконно приватизированных государственных предприятий Псковской области – это предательство жителей Псковской области врагами Псковской области. Трата сотен миллионов рублей на пиар властей при хроническом финансовом бедствии сотен тысяч людей – это предательство интересов жителей Псковской области врагами Псковской области. Фактическая ликвидация местного самоуправления как власти, способной поддерживать местную жизнь – это предательство жителей Псковской области врагами Псковской области. Уничтожение двух третей районных больниц Псковской области как самодостаточных лечебных учреждений – это предательство жителей Псковской области врагами Псковской области. Полный произвол в сфере обслуживания жилья, привод в эту сферу финансовых пылесосов – это предательство жителей Псковской области, врагами Псковской области Очень важно превращение информационного пространства Псковской области в помойку, на котором помышляют анонимные крысы, питающиеся из бюджета области Это предательство жителей Псковской области, врагами Псковской области И разжигание Псковской области ксенофобии, агрессивного национализма, атмосферы травли и шельмования, фактически организация холодной гражданской войны Псковской области – это предательство жителей Псковской области врагами Псковской области. И превращение государственных средств, массовой информации в орудие лжи и клеветы, когда оболганный человек даже не может получить право на ответ – это предательство интересов жителей Псковской области врагами Псковской области. Я хочу обратиться непосредственно к временно исполняющему губернатора Псковской области господину Турчаку. То, что вы делаете и говорите сейчас, Андрей Анатольевич, недостойно должности руководителя государственной власти Псковской области. Это постыдно, это дискредитирует саму миссию губернатора Псковской области. Мы жили на этой земле до вас, Андрей Анатольевич. Мы имеем испытания жить на этой земле при вас, Андрей Анатольевич. И мы будем жить на этой земле после вас, Андрей Анатольевич. Вы чужой человек на этой земле, Андрей Анатольевич. Это чужая при вас земля. Вы на этой земле главная пятая колонна сегодня в Псковской области. 19 марта вы публично сказали неправду, солгали жителям Псковской области, и с тех пор прошло уже 9 дней. У вас было намного больше, чем 24 часа, чтобы извиниться. Пусть даже не извиниться, хотя бы просто почувствовать, что что-то сделано не так, не по-человечески, непорядочно. И остановиться, придержать на коротком поводке своих цепных псов, взять паузу и задуматься. Но уверен, что вы даже не думали об этом. Вам очень нравится делать то, что вы делаете, вы получаете от этого странное личное удовольствие. Это полный человеческий крах Андрея Анатольевича Турчак. И это уже невозможно переписать для истории, потому что у истории нет черновиков. Я подаю заявление Генеральной прокуратуры России о возбуждении уголовного дела против временно исполняющего губернатора Псковской области Андрея Анатольевича Турчака по статье «Клевета». Господину Турчаку предстоит либо представить надлежащее доказательство им сказанного, либо ответить за свои слова перед законом и судом. Честь имею.